Привет друзья, это Олег Молчанов и я сегодня хотел бы начать разбираться с API ВКонтакте и в качестве задачи на сегодня я хочу выяснить какой пост в группе типичный программист с марта 2016 года по март 2017 года, но сегодня третье вот какой пост за этот период был самым-самым скучным из всех которые типичный программист опубликовал ну и наверное выясним какой пост был самый-самый лучший то есть собрал большее количество лайков и репостов создам папку с проектом назову ее ВК здесь я создам пустой скрипт тоже назову его ВК API пивай начинаю с точки входа теперь перейду в google и ищу открываю страничку и перехожу на вкладку документация и знакомство с API ВКонтакте лучше начинать с раздела знакомства с API ВКонтакте как ни странно и и почему-то засунули в середину этого списка но API и ВК по сравнению с телеграммом они немножечко так сказать заморочены что ли и конечно лучше всего начать именно с этого раздела сочтения общая схема работы с API она такая же если вы смотрели ролик по созданию бота для телеграмма то общий паттерн работы он точно такой же есть некий адрес на который мы посылаем определенным образом сформированный get-запрос то есть мы формируем в начале URL сайта так сказать и получаем от ВКонтакте определенный запрос а точнее ответ который мы обрабатываем давайте я скопирую эту строчку которую они предлагают здесь скрипте я создаю точку входа функция main и вставлю полученную строку все запросы я конечно буду слать при помощи библиотеки requests и дальше что я делаю я решил проверять в качестве исходного какого-то объекта до подопытного кролика я брал группу решил взять группу типичный программист типичный программист вот они и того у них 416 тысяч человек довольно большой объем и вот узнаем сколько у них лайков репостов на самый лучший пост и какой пост был самым худшим так здесь для того чтобы сформировать определенный get-запрос мы должны узнать некоторые параметры этого запроса собственно метод который на который будет откликаться сервер ВКонтакте и какие-то дополнительные параметры все методы у них разделены на группы каждая группа относится к работе с определенными какими-то данными меня интересует сейчас я думаю волл методы для работы с записями на стене да именно потому что мы будем обращаться к записям на стене типичного программиста вот ко всем этим нам нужны нужен раздел волл потому что здесь есть раздел группс если мы посмотрим группс я буду использовать волл и так нужен 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 наверное волл get возвращает список записей со стены пользователя или сообщества и есть метод волл get by id возвращает список записей со стен пользователей или сообщества по их идентификатором то есть наверное зная идентификатор записи можно будет найти его URL и прочитать но возвращаемся к волл get скопирую сюда запрос это будет не users get это будет волл get так параметр он рейди идентификатор пользователя или сообщества со стены которого необходимо получить записи то есть я должен найти айдишник типичного программиста где это можно увидеть так 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 смотрим сутам смотрим показать комментарии вот я вижу кнопка показать комментарии она ссылается на урок определенный скопируем я сюда и вот я вижу смотрите вы каком угол дефис и цифрка 517 и вначале 306 517 и какой-то через нижнее подчеркивание еще одна цифра я предполагаю что первая цифра это как раз айди группы а вторая цифра это айди поста давайте еще посмотрим что-нибудь еще что-нибудь вот еще картиночка например copy link location открою еще одну вкладочку и вот мы видим видите поста равен 306 517 и здесь 306 517 я считаю что айди типичного программиста это вот эта цифра проверим так вот тут у них есть описание результата иногда очень полезно прочесть что жена возвращает сервер примечание на уральди обратите внимание идентификатор сообщества в параметре owner айди необходимо указывать со знаком минус например owner айди минус 1 соответствует идентификатор сообщества в контакте api club 1 поэтому кстати вот есть у них форма запроса сейчас мы посмотрим то ли это вставляю как я думаю а идея типичного программиста выполняем запрос так и вот пожалуйста текст мы перевели для вас список навыков которыми эксперты советуют обзавестись в семнадцатом году скроллю скроллю да и вот последний пост мы перевели перевели для вас список навыков которыми эксперты то есть да это действительно идея типичного программиста хорошо давайте формировать теперь get запрос я создам переменную арк как обычно вызываю модуль реквест вызываю метод get руб а идея я создаю переменную группой день и сюда записываю со знаком минус как и пели в контакте говорит и идентификатор сообщества и так я буду отсылать вот на этот адрес определенные данные параметры get запроса можно указывать для метода get через словарь парамс и здесь в качестве ключей значений указываем нужные нам параметры там был обязательном полнор они и в качестве значения я передаю содержание переменной группой день offset смещение необходимое для выборки определенного подмножества записей положительное число count количество записей которое необходимо получить максимальное значение 100 100 давайте я это явно укажу count 100 и offset будет равен нулю посмотрим что получим printr.json поскольку я предполагаю что сервер в контакте отдает нам джейсон объект как нам вот эта вот запись подсказывает то я сразу у объекта par это объект response вызываем это джейсон который полученный ответ сервера трансформирует в питоне словарь и мы все изменения увидим давайте смотреть вот он наш объект джейсон очень очень большой очень очень много данных так давайте теперь для удобства я это дело первую закрою во вторых запишу функцию write джейсон и она будет принимать какие-то данные которые мы получим от сервера в контакте для работы с джейсоном я импортирую библиотеку джейсон импорт джейсон здесь виду open вызываю функцию open и здесь я передаю имя файла имя файла будет ну пусть будет пост джейсон записываю его открываю для записи и сохраняя открытый файловый объект в переменную файл здесь я вызываю модуль джейсон вызывая метод там методом я передаю что я записываю это объект куда я записываю это файловый объект сохраненный в переменный файл затем я хочу чтобы это выглядело красиво сдаю в идентацию в два пробела и мне нужна кириллица поэтому я флаг и ночью с и с си ой ой ставлю фолз здесь вместо функции print я вызываю рейт джейсон вызываю эту функцию который только что создал собственно я обращаюсь к серверу вконтакте получаю джейсон объект вызываю точнее перевожу полученный джейсон объект в словарь питоне и записываю его в файл джейсон вот созданный файл и вот наши посты давайте их изучать есть объект response видимо это общее количество записи на стене в семнадцать тысяч это идей каждый записи ну то есть объект response это список список объектов записи имеется текст как раз мы перевели для вас список навыков этот последний пост у них количество лайков 396 давайте смотреть 396 так это айди самого сообщества attachments и какие есть приложения пост type это пост бла-бла-бла репостов 54 до 54 репоста дата вот этот формат даты это так называемый unix time или и почта им который нам тоже придется использовать мы же хотим за последний год от получить данные поэтому давайте почитаем вот и почитаем конвертер есть такая штучка что собственно это за формат такое это количество секунд которое прошло с 1 января 1970 года поэтому вот такое вот число и вот вот эта цифра который я получил из ответа в контакте вот это это соответствует первому марта 2017 года странно а сегодня 3 а закрепленная запись все правильно все правильно так с датой мы разобрались и так что какие данные мне будут нужны для каждого поста я думаю что мне будут нужны во-первых айди записи я себе на бумажку выпишу айди комментарии я думаю учитывать не буду потому что комментарии в типичном программисты это просто какие-то срачи каждый раз у кого чувство собственной варности больше конструктивы нет практически вообще ноль процентов поэтому я думаю на параметр комментариев можно вообще внимания не обращать но вот лайки имеет смысл поэтому я буду брать likes это объект представляет из себя словарь и общее количество лайков она находится под ключом каунт затем я возьму репосты то же самое пост это словарь и количество под ключом каунт затем у нас имеется тайтл это объекты течмент линк тайтл тайтл и я так понимаю что это не всегда такое бывает что не всегда есть тайтл но сопроводительная запись текст он есть всегда поэтому я возьму текст еще того будет 5 параметров айди записи лайки и репосты заголовок и текст почему не учитываю комментарии я сказал почему учитываю репосты но репосты мы ставим тогда когда считаем что записи нам полезно либо сейчас либо на будущее мы ее отложили чтобы прочитать ну а лайк это просто лайк тоже он где-то сохраняется в каких-то закладках вот нам искать тоже очень трудно так я определился с задачами теперь нам нужно выяснить такую штуку это кстати можно убрать пока и можно работать с файлом непосредственно раз уж мы его создали делается это следующим образом мы создадим тоже не нужно переменную создадим data которая будет понимать следующее значение я обращаюсь к модулю джейсон вызываю метод load и туда передаю открытый файловый объект open функция в качестве аргумента я указываю название файла пост джейсон и все теперь давайте посмотрим сколько записи мы получили print lan длина объект дэйта и здесь есть ключ респонс по моему так объект дэйта это список ну точнее эти те данные которые получились при загрузке нашего файла вот этого респонс это список постов поэтому я хочу узнать длину этого списка сохранюсь вызову 101 101 пост давайте попробуем кстати привести на печать скажем каунт 1 то есть получим один пост и сделаем смещение один какой пост мы получим пока закомментирую так для тех кто изучает новый язык и хочет попрактиковаться в написании реальных проектов это второй пост то есть если у него максимальное количество постов которые он за раз может вытянуть это сотка вот максимальное значение 100 то мы для того чтобы получить все посты должны указывать offset то есть при это должно быть реализовано в цикле на первой итерации мы получаем первые 100 смещение будет 0 а значение каунт будет сотка на второй итерации мы offset увеличиваем на 100 и каунт у нас не меняется то есть это будет выглядеть таким же образом offset создадим переменную offset равно 0 в ключе offset меняем значение на offset то есть она будет подставляться отсюда прин джейсен и теперь нам нужно реализовать это дело в цикле я думаю это будет цикл вайл бесконечный вайл тру мы делаем следующее пошла 1 итерация мы получили первую партию постов от 0 потому что offset 0 и до 100 получили теперь ее нужно записать куда-то в какую-то а нам не нужно записывать нам нужно получить все посты поэтому мы говорим создаем переменную пост которая будет равняться р джейсон мы получили объект джейсон трансформировали его словарь вот этот объект весь теперь нам нужно получить все посты чтобы получить все посты нам нужно обратиться к ключу response здесь указываю response и вот в переменной пост у нас есть все наши посты давайте здесь делаем переменную all posts и она будет пустым списком получили посты у текущей пачки полученной от сервера вот все посты мы записали в переменную пост давайте что ли сделаем увеличим all posts переменную вызовем метод append и передадим туда posts и что мы сделали мы получили ответ от сервера это пачка из 100 постов от начала а все это все это у нас нулевой то есть он от 0 и до последних сотки до последней сотни постов получили этот ответ от сервера вызвали метод джейсон и преобразовали полученный джейсон объект в питоне словарь функция метод джейсон вернет словарь обратились ключу response получили список всех постов и записали его в переменную пост затем наш пустой список all posts мы увеличили то есть записали ему в конец весь список который имеется вот здесь пост но на самом деле мне кажется это должен быть не метод append метод append он будет делать такой штук вот у нас есть пустой список all posts если мы скажем ему что он должен записать в конец этого списка полученный на предыдущем вот этом этапе список пост то это будет выглядеть вот так он туда запишет список то есть он воспримет этот пост и как группу списков не как список до постов а как самостоятельный объект то есть метод append работает вот таким образом на второй итерации цикла это будет вот так у нас должна быть все таки список постов то есть это должен быть список объектов и общий вид выглядит вот таким образом и это делается не нет не путем метода append это делается путем применения метода extend то есть мы расширяем список all posts на еще один список ну то есть это выглядит вот таким образом поэтому три есть у нас список предположим l он пустой и список a он будет там a b c если мы говорим l append a это будет вот так выглядеть список список списков если мы создадим пустой скажем список s и скажем s extent extent a то s у нас будет вот таким образом выглядеть повторим операцию и s у нас видите расширяется на элементы на элементы переданного в качестве аргумента списка и вот точно такую же операцию мы должны провернуть здесь поэтому здесь будет не метод append а метод extend так у нас здесь бесконечный цикл и мы должны определить условия при котором этот цикл прекратить свою работу для этого мы должны получить дату самого старого поста в текущей пачке все посты у нас хранятся все посты текущей пачки у нас хранятся в переменной пост поэтому latest не latest наверное oldest самый старый пост это последний элемент списка пост и мы обращаемся к последнему элементу последний элемент и дата дата у нас содержится под ключом date под ключом date обращаемся к ключу date дост пост пост и мы получили дату теперь мы должны сделать уступ проверку если полгода ст ст и она стала меньше чем год то есть 3 марта 2016 года а нужно получить число монма это наверно манс третья и мы меняем здесь год human date to timestamp и вот мы получили количество секунд так вот если дата самого последнего поста точнее не последнего самого старого поста в пачке будет меньше чем вот это число число x давайте вот так назовем datex равно пока так сюда мы говорим что она меньше чем datex ну то есть понятно если это число меньше то это дата самого старого поста она меньше чем 3 марта 2016 года ну там второе первое нам не слишком принципиально какой то будет ну плюс минус там будет 100 постов ничего страшного там два-три дня но 4 ну хорошо это будет неделя для наших целей совершенно неважно точность тут не нужна поэтому я проверку делаю кстати в конце именно из-за этого мне все равно точность тут она относительная так вот если это дата становится меньше чем дата 3 марта 2016 года тогда цикл прекращается если все нормально тогда мы должны увеличить offset на сотку и получить следующие сотни постов получили следующую сотню постов преобразовали записали в пол пост получили дату проверили условия временное и увеличили offset на 100 смещение и получили следующие 100 постов ну и так далее все это крутится до тех пор пока это условие не выполнится так но нам неплохо бы наверно проверить да давайте мы посмотрим вчера у нас было второе второе изменим наш таймстэмп мы прямо здесь явно укажем получим за второе число пол пост со здесь мы наверное напечатаем длину полученного списка у пост исполняем 100 получилось 100 постов 101 пост что-то не верится так изменим дату 101 пост где-то я ошибся а не почему мы получим 100 постов все нормально давайте мы упс что-то не то здесь все таки это будет 1 февраля посмотрим сколько постов у нас получилось с 1 февраля 404 то есть он сделал 4 итерации слишком ровно получается ровное количество и хи хи ну ладно главное работает я думаю все будет нормально протестируем и так мы получили общее количество постов за нужный период ставлю здесь date x вот это значение оно делает 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 записывает 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 потом цикл прерывался теперь нам нужно полученные данные можно записать в какой-нибудь файл давайте запишем давайте их запишем write json или даже нет вначале мы их из изымем нужные нам данные dev get data и он этот метод будет принимать какой-то пост объект поста внутри которого внутри которого я сейчас буду извлекать нужные данные id post создает переменную пост id она будет равняться равняться объект пост объект пост вот такой вот объект получается на вход нашей функции id под ключом id это если я захочу прочитать содержание поста следующее что я делаю accept если не получилось post id мало ли вдруг он удален не знаю как в контакте хранит эти данные если post id не удалось получить пусть это будет нулевой post id try и следующий likes это будет post likes обращаюсь к объекту likes включу likes подключим likes количество хранится по ключу count обращаюсь к ключу count except ну я не знаю даже как это назвать нулём будет бывает а если 0 лайков никто не поставил как это будет записано пустым значением или нулём давайте поставим минусом или zero пусть будет zero следующее что у нас там reposts было точно так же reposts и count except except reposts так же будет пусть zero likes 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 так уехал куда то от reposts тоже count то есть я записал правильно reposts count следующее что я хочу получить это будет try это будет title где он хранится у нас title если он вообще первый объект текст есть можно и в этот title это есть только у конкретного объекта которые они например приотачивают к сообщению attachment type link и вот здесь есть description title текст а то текст есть везде да title есть не у всех но если он есть не у всех тогда и бог с ним не будем title использовать пусть это будет текст текст у нас хранится под ключом текст вот accept если не получится текст у нас пусть будет пустым или с тремя минусами ну нет пусть будет с этими звездочками звездочками три звездочки сделала чтобы не забыть итак я получил и предположим я получил нужные мне данные я их упакую пожалуй в какой-нибудь словарь это равно но пойди ключ идей будет иметь значение переменной пост идей likes это будет likes posts это будет reposts не постс а reposts конечно reposts и текст будет иметь значение переменной текст и функция getData пусть она возвращает объект data return data вконтакте делает нам какое-то ограничение то ли не менее 6 запросов в секунду не более то ли как-то по-другому поэтому я пожалуй из импортирую from time import sleep и перед каждым запросом здесь я скажу чтобы он засыпал на одну секунду то есть у нас будет примерно один запрос в одну секунду запросом 1 2 2 3 4 он возвращает объект data хорошо значит этот цикл получил нам все посты теперь мы должны от каждого поста получить интересующие у нас данные создам переменную dataPosts это будет пустой список затем я в цикле for, forPost in allPosts делаю следующее то есть я беру полученный список объектов allPosts и прокручиваю его в цикле for то есть на каждой итерации цикла, на каждом повторении цикла в переменной post будет ссылка на наш объект вот на такой объект затем я должен пропустить этот объект через функцию getData получить на выходе только вот эти данные и записать их в объект dataPosts это или даже нет знаете давайте мы сделаем это очень простая функция немножечко сделаю сложнее write.json даже не знаю кто json наверное назову будет принимать data здесь я вызываю try с этой переменной data он будет пытаться загрузить файлик какой файлик у нас будет post data.json это здорово но я забыл его открыть open и того я пытаюсь открыть файловый объект post data.json название файла если он открывается тогда функция load преобразует полученные данные в питоне словарь ну или не в словарь а в список это будет список объектов и запишут в переменную data если этого сделать не получится то есть не будет такого например файла да это у нас будет пустым списком объектов здесь data post dict скажем так data вот этот пустой список вызывая метод append передаю туда post dict то есть я в конец вот этого объекта полученного записываю post dict и предполагаю конечно что это будет список список объектов вида open открываю файл это будет post data.json открываю его для записи сохраняю файловый объект в файл json dump записываю теперь полученный файл мне нужен список объектов data вот этот записываю его в файл indent indent равно 2 ensure ascii равно false первый вариант если я предполагаю каким-то образом еще дополнительно обрабатывать эти данные и второй вариант использовать csv def write csv пусть будет тоже data с csv немножко попроще для этого импортируем библиотеку csv import csv здесь я сразу открываю файл open какой-нибудь data posts data csv открываю его для записи в конец файла сохраняю в переменную файл вызываю объект точнее создаю переменную writer и присылаю ей csv writer и в метод writer модуля csv я передаю открытый для записи файловый объект переменную файл дальше у метода writer есть метод writer 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 который принимает один аргумент это кортеж и здесь я должен указать что мы там у нас были айди наверно поста не буду записывать меня интересует лайки репост и текст поэтому первым столбиком у меня будет лайкс вторым столбиком это будет репост и третьим столбиком это будет текст вот две функции в цикле for теперь я сделаю следующее может быть он пусть будет вызывает не возвращает нам объекты пусть он его записывает сразу в csv даже не знаю ладно пусть это будет csv ладно пусть возвращает объект и я буду записывать csv пост дэйта создай переменную пост дэйта она будет равна get дэйта обращаясь к функции get дэйты передаю туда пост вот это значение вот этой переменной полученные данные вот эти записываются в переменной пост дэйта который я свою очередь уже записываю write csv и передаю туда пост дэйта засечем время from date time import date time в начале работы функции main я создаю переменную start она будет равняться date time now и в конце работы я создаю переменную end которая будет также равняться равняться date time now всего total будет равно end минус start то есть дата начала минус дата конца total и напечатаю print приведу к типу строки total и получу общее количество времени которое было затрачено на получение этих данных так ну давайте теперь попробуем это дело запустить но единственное что я забыл это наверное посмотрим на общую длину на общее количество постов when all posts узнаем длину списка все посты all posts и нам нужно где-то показать print post data не помню я print print post data здесь нет в процессе бы интересно было бы ну все пусть почитают печатает print хотя бы это offset чтобы видно было работает он или не работает я думаю можно запустить поехали соточка придется немножко подождать думаю я прервусь так получилось 4646 постов за этот год с парсилом это все за минуту примерно ну и давайте смотреть что там самое скучное было что самое неинтересное так почему то у нас zero вот мы перевели для вас список навыков это был последний пост да как мы помним сейчас мы на него опять посмотрим обновимся на всякий случай новостей пока нет такое разве бывает только что были а тут нет непонятно но хорошо допустим я подпишусь посылка сообщений что то я уже не хочу подписываться почему нет записи только что было много записи вот они появились и того вы перевели для вас список навыков до 398 лайков 54 репоста 398 лайков 54 репоста и у нас почему-то перед первым постом у нас 0 данные давайте обзовем это лайкс и тексты давайте теперь все это дело отфильтруем по давайте теперь все это дело отфильтруем по сорт по лайкам в порядке возрастания то есть от меньшего к большему окей и пошло 9 лайков это какие-то объявления microsoft для молодежи расширение штата то есть меньше всего интересно пользователям нужен react.js разработчик объявления о вакансиях веб-студии то есть меньше всего интересует объявления о вакансиях ну и вообще объявления мы вернулись с выходных 0 репостов в петербурге с 3 по 5 состоится сам девелоперс форум бла 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 тополя фирма 1с проводит конкурс да не густо так ну давайте теперь смотреть что у нас там в порядке возрастания то есть что больше всего у нас лайков с воролой репостов то же самое like and sending то есть от большего к меньшему у нас почему-то часть данных нулевыми данными записалось это странно но разбираться наверное я не буду ну можно предположить что это те посты которые были удалены то есть какие-то идентификаторы остались какие-то данные о том что они были но ни лайков ни репостов ничего такого уже восстановить нам не удалось итак рекордсмен за один год с примерно марта 16 по март 17 это статья google составила свой исчерпывающий список ресурсов который стоит изучить чтобы стать желанным кадром для любой IT-компании то есть люди откликнулись больше всего по репостам кстати видимо тоже рекордсмен на то какие языки и технологии наиболее востребованы для работодателя то есть все хотят работать что насчет плана изучения бесплатные игры которые обучат вас программированию игры для программистов то есть это топ 5 даже топ 4 почему-то здесь нет текста что интересно здесь было и тут нет текста эх интересно ну ладно это на самом деле калибруется то есть какие-то данные может быть имело смысл добавить может быть тут был кстати заголовок я взял ток текст итак по востребованности технологии здесь игры для программистов игры для программистов то есть это дофига и честно говоря меня этот результат разочаровывает я ожидал большего курс лекции по администрированию линукс ну хоть что-то отличная гифка на тему различия разработки в одиночку и в команде тоже много лайков геронные сети ну ладно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять интересно что здесь было ну ладно это как-нибудь потом напишу об этом я получу айди этой записи и потом просто посмотрю что там такое и может быть в комментариях к видео напишу ну вот честно говоря я ожидал что в топе будет какой-нибудь материал по JavaScript просто потому что этот язык статистически самый популярный я думал что отражение статистики будет ну примерно таким же соотношением я также ожидал что по C-Sharp будет много материала ну то есть что-то попадет в топ почему C-Sharp? ну потому что больше всего пользователей системы Windows и потому что C-Sharp это очень хороший язык который стоит изучать и я ожидал что в топ 10 попадет что-то из этой области то есть это C-Sharp или JavaScript ну нифига подобного вот по C-Sharp я выцепил вижу где-то здесь да это наверное топ 20 создание аудио проигрывателя музыки в контакте на языке C-Sharp ну в общем честно говоря результаты меня я бы сказал разочаровали смотрите 7000 лайков я не знаю может быть в контакте обновил алгоритм но это очень мало если предположить что в данный момент у сообщества 400 тысяч человек ну хорошо год назад предположим 300 тысяч человек то 7000 это чуть больше 2% лайков а репостов не наберется даже 1% то есть конверсия очень низкая я уже не говорю о переходах наверное кто переходил наверное тех еще меньше то есть ну можно на основе этих данных уже можно составлять на самом деле воронку продаж и честно говоря результат как-то не не радует не все так радужно ладно я думаю на этом я закончу может быть я потом выясню какая же статья здесь занимает вторую строчку и вот эту строчку я посмотрю я же сохранял айди я посмотрю какой у них айди и что это были за статьи если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на канал всего хорошего